МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале видны ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Неделя традиционно началась с оперативного совещания у главы Ленинского городского округа. На прошлой неделе от нас уехал 13-й гуманитарный конвой. Жители микрорайона Государев Дом организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Этот автомобиль мы нашли. Нашли его под Санкт-Петербургом. Ездили, забрали. На следующей неделе он уже будет прилетать. Ежегодный ленинский забег прошел на территории музея-заповедника Горки-Ленинские. Оглядываясь назад, смотрела, нет ли девчонок за мной. Но в то же время не думала расслабляться. Неделя традиционно началась с оперативного совещания у главы Ленинского городского округа. Начальники управления и руководители муниципальных предприятий отчитались о проделанной работе в сентябре и наметили планы на перспективу. Что интересного случилось в округе, узнала Юлия Погосян. Такие оперативные совещания позволяют оценить ситуацию в Ленинском округе, выявить сильные и слабые стороны. Руководители подразделений отчитываются по всем жизненно важным направлениям. Безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, спорт, культура, здравоохранение. Получили новый флюорограф. То есть это нам позволит выезжать на предприятие, проводить диспансеризацию, профосмотры. Всех призываю активно участвовать в этом процессе. Появилась возможность проводить диспансеризацию не только прикрепленным людям, но еще к нашим больницам, но и всем остальным жителям России. Управление образования готовится отметить День учителя. Запланирован ряд торжественных мероприятий по чествованию педагогов. Также на этой неделе пройдет ставшая уже традиционной образовательная выставка «Поступи». Управление культуры анонсировало старт сезона народного театрального коллектива «Тэвид». Представители Совета депутатов округа продолжают благотворительную миссию по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. На прошлой неделе от нас уехал 13-й гуманитарный конвой под шептную дивизию. Все необходимое мы бойцам доставили, готовимся к следующей отправке. Также у нас на прошлой неделе был с рабочим визитом наш депутат Мусубулдумы Владимир Петрович Жук. Мы побывали на нескольких объектах благоустройства. Соответственно, пообщались с жителями. Глава округа Алексей Спаский акцентировал внимание сотрудников соответствующих служб на необходимость профилактической работы по противопожарной безопасности. Начинается осенне-зимний пожароопасный период. Жители активно начинают пользоваться обогревателями. Соответственно, прогнозируется риск увеличения количества пожаров. У нас пожароопасный период уже не заканчивается. И весной трава горит. Поэтому абсолютно точно нужно произвести разъяснительную работу, может быть, по территориям, либо в рамках выездной администрации, то, что от нас требуют. В целом ситуация стабильная. Впереди отопительный сезон, к которому все службы хорошо подготовились еще летом. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Активные жители микрорайона Государев Дом выступили с инициативой организовать сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Их поддержали местная управляющая компания, предприниматели и представители образовательных учреждений. Сейчас я свой брат рисовал, а это я. Ты рисовал, а это брат. Ты рисовал, а это брат. Ты рисовал, а это секретная информация. Люди, выступившие инициаторами сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, не являются членами какой-либо общественной или коммерческой организации. Все, что их объединяет, это телеграм-канал с говорящим названием «Надежный тыл» и горячее желание помочь тем, кто сейчас на передовой. С октября 2022 года наша группа отводит лично в руки ребятам, не передавая через кого-то. То есть мы это все перегружаем, подписываем по подразделениям той части, которую мы курируем, и отводим лично ребятам за ленточку. Точку по сбору помощи решили сделать в одном из дворов микрорайона Государев Дом. Узнав об инициативе жителей, организационную поддержку оказали и представители местной управляющей компании. Мы находимся сейчас в такое время, и невозможно не реагировать на хорошие и добрые позывы людей. Благодаря ребятам, которые сейчас находятся на СВО, мы здесь имеем возможность жить тихо и спокойно. Сбор начался в 11 часов, и уже через час можно было увидеть внушительное количество разнообразных пакетов и коробок. Впрочем, как оказалось, не во всех случаях важен объем и вес. Письма детские нужны, очень нужны и важны. Конечно, они когда читают, действительно у ребят прям слезы на глазах наворачиваются. Поэтому письма детские – это то, что им надо. Естественно, и маленькие жители внесли свой не менее ценный вклад в сбор гуманитарной помощи бойцам СВО. Несколько коробок принесли представители дошкольного отделения Лопатинской школы. Кроме продуктов, в них и моральная поддержка. Мы передали письма, рисунки наших воспитанников. Мы очень старались. Настолько вдохновлены они все это делали. И сами тоже передавали, говорили, победа будет за нами. В группу «Надежный тыл» входят, по сути, обычные люди. Например, водитель Виталий Абрамов занимается строительством. В этот раз вместе с товарищами в зону СВО, помимо гуманитарной помощи, собранной жителями Государева дома, он перегонит этот автомобиль. Поступила заявка от ребят, что нужно дизельный, пикап, полноприводный. Для нужд фронта туда прямо на самый передок. Этот автомобиль мы нашли. Нашли его под Санкт-Петербургом. Съездили, забрали. На следующей неделе он уже будет у ребят. Представители группы «Надежный тыл» отправятся в места проведения специальной военной операции, чтобы передать собранный груз в первой половине ноября. Максим Козлов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. В Видном с персональной выставкой побывала художница с символичной фамилией Евгения Зеленая. Ее работы были представлены в историко-культурном центре Ленинского округа. Все подробности в следующем сюжете. В историко-культурном центре состоялась выставка картин Евгении Зеленой под названием «Бубновый валет». Она была посвящена обществу русских авангардистов XX века. Свои картины Евгения Зеленая демонстрируют не только на территории России, но и за рубежом. Работы, которые выставлены в зале, Евгения Ильинична написала еще в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Например, картина большая, на которой джентльмен с картами и дамы в шляпах. Это, так сказать, трансформация нашего казино той поры. Но, может быть, она несколько прикрашена. Евгения Ильинична окончила художественную академию и уже на протяжении многих лет пишет картины на разные темы. Кроме этого, она работает корреспондентом в муниципальной газете городского округа Домодедова. Это говорит о том, что она профессионал не только одного дела. Посмотреть на ее работы пришли любители творчества. Среди них есть и почетные гости. Мне вообще очень нравится, когда искусство приезжает к нам в город. Не все, далеко не все могут вырваться за пределы. Те плотный график, у нас очень тяжело с транспортом бывает. А когда к нам приезжают действительно большие художники, это бесценно, это дорого. Зрители по достоинству оценили работы талантливой гости. Ее картины очаровали тематикой, мастерством и колоритом. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Приверженцы здорового образа жизни и активного отдыха стали участниками ежегодного ленинского забега, который проходит на территории музея-заповедника Горки-Ленинский. Отличная погода способствовала хорошему настроению и соревновательному духу. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Уже в восьмой раз любители бега собрались в музей-заповеднике Горки-Ленинский на традиционный осенний ленинский забег. С каждым разом мероприятие становится все более масштабным. В этом году у нас участников 250 человек. Можно сказать, самое представительное. Обычно мы ограничивались все-таки 200 человек. В этом году решили допустить 250. И поэтому сегодня, можно сказать, рекордное количество людей у нас участвует. Нам всегда каждый год согласуют в этих числах это мероприятие. Мне кажется, что самой администрации тоже оно очень нравится. Оно популяризирует в том числе и музей-усадьбу, и бег. И как бы вот эта коллаборация, она всем, наверное, интересна. Получив стартовые номера, участники сделали разминку. Им предстояло преодолеть одну из дистанций на выбор 4,5 или 9 километров. Для детей организовали трассу в 2 километра. Многие из атлетов приезжают сюда уже не один год. Ленинский забег – это одно из мероприятий, которые я посещаю регулярно. Уже жду это мероприятие. Это вот золотая осень, а сейчас тем более в этом году выдалась. Поэтому настроение от погоды, от атмосферы великолепное. Здесь свое родное – это 10 километров. Это просто разминочный забег. То есть, ну, как бы, нормально. С друзьями, куча друзей, все видно здесь стоит. Просто в удовольствие по природе пробежаться, насладиться такой погодой и природой. Первыми покорять свои километры отправились юные спортсмены. А позже старт был дан для взрослых. Подготовленные участники устремились вперед. Остальные же преодолевали трассу, проходящую по живописной природе. Музей заповедника в легком темпе и с улыбкой. Первым финишную черту на дистанции 4,5 километра пересек Алексей Крылов. Он побеждает в Ленинском забеге уже второй год подряд. Дистанция далась, скажем так, легко, потому что готовимся, тренируемся, активно проводим выходные, ходим на тренировки. Здоровый образ жизни. Среди девушек победительницей стала Анастасия Петрова. Она также все последние годы неизменно заканчивает дистанцию в призах. Оглядываясь назад, смотрела, нет ли девчонок за мной. Но в то же время не думала расслабляться. Думала для себя результат поставить. И здесь очень красиво. Я сюда приезжаю просто, чтобы насладиться природой, атмосферой. Спасибо, что проводите Ленинский забег. По завершении мероприятия состоялась церемония награждения. Стоит отметить, что грамотами и подарками, предоставленными торгово-промышленной палатой, наградили победителей всех дистанций не только в абсолюте, но и по возрастным категориям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok